ДИКТАТОР Израиль готовится к новому удару по террористам Хамас. Армия обороны призвала мирных жителей покинуть город Газа, где будет проводиться военная операция. Нюрнберг 2.0. Международный уголовный суд продолжает собирать доказательства агрессии России против Украины и приближает трибунал для военных преступников. Оружие наступления. Украинские танкисты на трофейной технике штурмуют позиции российских захватчиков и помогают пехоте продвигаться вперед. Об этом и не только расскажем в следующие полчаса. Добрый вечер. Путин диктатор, а мир возможен только на исключительно на условиях Украины. Таков вердикт парламентской ассамблеи Совета Европы, где голосовали за соответствующие резолюции. Кроме этого, ПАСЭ подтвердила свою поддержку созданию спецтрибунала, чтобы привлечь к ответственности руководство России и лично Путина. Как проходили голосования на ассамблее из Страсбурга, расскажет Олег Борисов. Пятница 13-го оказалась очень негативной для президента России Путина. В парламентской ассамблее Совета Европы проголосовали за резолюцию о признании Путина нелегитимным президентом после окончания его нынешнего президентского срока. Также ПАСЭ объявила Россию диктатурой за проголосовали все 43 представителя европейских государств. Это очень важная резолюция, потому что она очень существенно ограничивает пространство вокруг Путина, делает его токсичным и лишает его дипломатического маневра. Резолюция говорит, что Путин диктатор, Россия диктатура, Путин преступник, которого разыскивает Международный уголовный суд и призывает страны арестовать его по ордеру. Цивилизованная Европа созрела и поняла, в чем причина войн, которые сейчас разжигают Путин везде. И Азербайджан, Армения, и Косово, Сербия, и на Ближнем Востоке. Еще одна принятая резолюция о справедливом мире в Украине и безопасности в Европе имеет очень много важных пунктов. Например, мир может быть только на условиях Украины, и единственным путем решения и завершения этой войны является мирный план президента Зеленского, состоящий из 10 пунктов. Мы имеем сейчас полную базу, это 9-я резолюция, или 10-я уже запуталась, но они все очень революционны. И также поддержка реестра ущербов, компенсация для каждого украинца с собранием этих всех военных преступлений, их верификация в ГАГе. И, конечно же, поддержка всех перемещенных особ нашей евроатлантической интеграции. Документ колоссальный. Кроме принятия резолюции, на полях парламентской ассамблеи Совета Европы прошли мероприятия совместно с латвийской делегацией. На повестке дня о возвращении депортированных России украинских детей. Их, по официальным данным, более 19 тысяч человек. И на сегодняшний день механизма их возврата нет. Мы взывали к нашим партнерам о том, чтобы они помогли нам возвращать наших детей, чтобы они помогали финансово-технически негосударственным организациям, которые в это вовлечены, и государственным нашим органам. Для того, чтобы они поднимали этот вопрос в своих парламентах, голосовали за соответствующие резолюции. Российская власть не в состоянии противостоять Украине, которая защищает свое достоинство. Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу Freedom рассказал президент парламентской ассамблеи Совета Европы Тинни Кокс. Он также выразил уверенность в том, что диктатору не удастся удержать свою позицию и по отношению к российским гражданам. После 2000 года мы наблюдали, что президент России вместе с парламентом и правительством развивали более авторитарный способ правления. Они говорили о российской демократии, то есть это уже стало авторитарным государством. Но потом, с началом агрессивной войны в 2022 году, стало ясно, что это даже не авторитарное правление. Это очень узкий круг во главе с президентом, поддерживаемым правительством и парламентом России, который решает все сами. Они делают то, что хотят. Они думают, что это даст им власть. Мы видим, что все это происходит из-за решения президента, правительства и парламента России начать эту агрессивную войну. Но в итоге они покажут, что они слабы. Они не в состоянии противостоять Украине, которая защищает не только свои границы, но и свое достоинство. И диктатор, поддерживаемый своим окружением, в конце концов, я надеюсь и верю в это, тоже не сможет удержать свою позицию по отношению к гражданам России. Если резюмировать, абсолютно все резолюции были проголосованы в пользу Украины. И российский миф о том, что якобы Европа устала от войны в Украине, разрушается. Так же, как и доверие к Путину на международных площадках. Соединенные Штаты Америки больше никогда не будут рассматривать Россию как надежного поставщика энергоносителей. Об этом заявил помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт, сообщает Рейтерс. Он также отметил, что Соединенные Штаты и их партнеры по Большой Семерке полны решимости лишить Российскую Федерацию каких-либо доходов от энергетики. Руководители стран, входящих в объединенный экспедиционный корпус НАТО, собрались на шведском острове Готланд. Среди вопросов, которые обсуждались на встрече, поддержка Украины до ее победы, а также пути укрепления обороноспособности государств Альянса, включая защиту критически важной инфраструктуры. Напомню, объединенный экспедиционный корпус – это формат оборонного сотрудничества во главе с Соединенным Королевством, в который также входят Эстония, Нидерланды, Латвия, Литва, а также Норвегия, Финляндия, Швеция, Исландия и Дания. В такое непростое время нужно точно знать, кто на самом деле ваши друзья и союзники. Мы являемся структурой стран-единомышленников в нашей части планеты, которые разделяют приверженность миру и демократии. И наш объединенный экспедиционный корпус – это название не очень легко произнести, но объединенный экспедиционный корпус предоставляет ряд военных возможностей, которые можно использовать во времена кризиса или конфликта. На встрече оборонной коалиции по видеосвязи выступил и президент Украины Владимир Зеленский. И в своем обращении он отметил, что для надежной геополитической стабильности в Европе и во всем еврослогическом пространстве нужны новые коллективные формы сотрудничества, а также усиления уже существующих. Кроме этого, Владимир Зеленский подчеркнул – мир на континенте возможен только при условии поражения России в войне против Украины. Все мы сейчас на историческом повороте. Вариантов всего два. Либо от террористической России удастся сломать свободу, и тогда по всему нашему континенту распространится зона геополитической нестабильности, существующей на востоке Европы. Либо благодаря многим уровням и форматам сотрудничества, в частности региональным, благодаря нашей совместной защите свободы, Российская Федерация проигрывает в этом противостоянии. Германия передала Украине новый пакет военной помощи. Об этом сообщает немецкое правительство на своем сайте. Среди прочего в оборонный список вошли многоцелевые гусеничные вездеходы, танковые тягачи и прицепы для танков, машины для пограничников, системы обнаружения дронов, а также аптечки. Отмечается, что одна часть оружия поставляется со складов немецких вооруженных сил, а другая выделена из промышленных запасов Германии и финансируется за счет федерального правительства. И далее про ситуацию на Ближнем Востоке. США готовы направить Израилю дополнительную военную помощь. Об этом заявил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин. Глава Пентагона прибыл в Тель-Авив и уже встретился со своим израильским коллегом Йовом Галлантом. Американский министр подчеркнул, что поддержка Соединенными Штатами безопасности Израиля является твердой, а поставки вооружения будут незамедлительными. В свою очередь Галлант поблагодарил США за предоставленную поддержку и назвал Хамас частью оси зла вместе с Ираном и Хизбаллой. Глава Пентагона Израиль имеет право защищать свой народ. Оборонное сотрудничество и поддержка США, в частности в Пентагоне, Белом Доме и Конгрессе, обеспечивают свободу действий и усиливают наши возможности. Фактически сегодня мы получим второй самолет с необходимыми боеприпасами для Цахал. Развертывание сил США на суше, в воздухе и на море посылает внушительный сигнал как нашим партнерам, так и нашим врагам. Также в Израиль прибыли президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европарламента Роберто Метцола. Первая выразила солидарность с еврейским народом после нападения боевиков Хамаса, а вторая подчеркнула, что террор не победит и то, как реагирует на эти атаки мир, имеет значение. Кроме этого, фон дер Ляйен и Метцола выразили общее мнение, что террористов нужно остановить и сделать все возможное, чтобы смягчить гуманитарные последствия. Напомню, армия обороны Израиля призвала всех мирных жителей Севера Газа эвакуироваться в более безопасные районы. В сообщении Цахал отмечается, что люди смогут вернуться в свои дома только после соответствующего нового объявления. В вооруженных силах Израиля подчеркнули, что боевики Хамас прячутся в туннелях под домами Газа и зданиях, заселенных мирными жителями. Поэтому в последующие дни армия обороны будет продолжать активные действия в городе. При этом приложат максимум усилий, чтобы не нанести ущерб гражданскому населению. У Израиля нет другого выбора, кроме как ответить силой на террористические атаки боевиков Хамас. Об этом заявил президент Германии Франк Вальтерштанмайер во время посещения синагоги в Берлине. Израиль имеет право на самооборону, и мы поддерживаем Израиль. Убийства Хамас еще не закончились. Сегодня они призвали к новым актам насилия против еврейских общин во всем мире. И для немецких евреев сегодняшняя пятница – день страха. Вот почему мое место сегодня среди вас. Государственный секретарь США Энтони Блинкин посетил Иорданию, где встретился с королем страны Абдуллой, а также президентом палестинской автономии Махмудом Аббасом, который является противником террористической группировки Хамас, но в то же время не осудил напрямую нападение боевиков на Израиль. Также в рамках турне по Ближнему Востоку американский чиновник намерен посетить Катар, Бахрейн, Саудовскую Аравию, Египт и Объединенные Арабские Эмираты, сообщает Рейтерс. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел параллели между ситуацией в Украине и Израиле, говоря о необходимости борьбы с терроризмом. Также глава британского правительства подчеркнул, что крайне возмущен нападением боевиков Хамас на Израиль. Мы очень внимательно следим за ситуацией. Мы официально обновили наши рекомендации по поездкам. И, конечно, гуманитарные проблемы и защита гражданского населения очень важны. И это то, о чем я говорил вчера поздно вечером с израильским премьер-министром Бендемином Нетаньяху. Я предложил премьеру Нетаньяху нашу полную поддержку. Мы будем рядом с Израилем в это время. Терроризм не победит, не должен победить. Ни в Украине, ни в Европе, ни где-либо еще. Сегодня Украина и Израиль вместе борются против агрессии и террора. Так заявили в своем обращении к израильскому народу бойцы Объединенной штурмовой бригады нацполиции Украины «Лють». Они выразили поддержку еврейскому государству и своим коллегам полицейским, защищающим мирных граждан страны от террористов. Воины подчеркнули, что украинцы, как никто другой, понимают и разделяют боль и ярость израильтян. Сегодня мы с вами в одном окопе и на одном фронте. Украина и Израиль вместе противостоят темным силам и кровавому мировому террору. Мы вместе с вами в это тяжелое для вашей страны время. Зло будет наказано. Добро победит. Слава Украине! Ам, Исраэль, хай! И к другим темам. На юге Украины военные ВСУ продолжают наносить российским оккупантам потери в живой силы и технике. За прошедшие сутки на этом направлении фронта украинские бойцы ликвидировали более 20 солдат. А общие потери уже составили больше тысячи человек за прошедшие сутки. Подробнее о том, что происходит на передовой, смотрите в сводке генерального штаба ВСУ. Украинские защитники продолжают наступление на Мелитопольском и Бахмутском направлениях и закрепляются на достигнутых рубежах. А также наносят российским оккупационным войскам потери в живой силе и техники и истощают армию Российской Федерации вдоль всей линии фронта, сообщает в вечерней сводке Генштаб Вооруженных сил Украины. На лиманском направлении украинские войска успешно отразили атаки россиян в районе Макеевки Луганской области. Противник также совершал наступательные действия в районах Старомайорского, Тоненького, Северного, Первомайского, Нитайлового, Андреевки и Маринки Донецкой области. Сила обороны отразили все атаки. Всего за прошедшие сутки на передовой произошло 68 боевых столкновений с россиянами. В частности, возле Авдеевки Донецкой области в четвертые сутки продолжаются ожесточенные бои. Российские оккупанты усилили обстрелы и безуспешно пытаются продвигаться вперед с помощью бронированной техники. Им нужны какие-то победы. То, что они могут назвать победой. И вот им сейчас кажется, что Авдеевка украинская – это тот город, который они могут взять. Я напомню. С начала 2022 года они стараются взять этот героический украинский город Авдеевка, который находится всего лишь на расстоянии 13 километров от Донецка. Российские оккупанты перебросили три новых бригады под Авдеевку, безуспешно пытаясь окружить город с юга и севера, а также используют фосфор во время атак на населенный пункт. В то же время силы специальных операций ВСУ сообщают, что утром взорвали поезд российских захватчиков во временно оккупированном Мелитополе, отрезав их от поставок боеприпасов и топлива на Запорожском направлении. А Левобережье Херсонской области для российских оккупантов стало своеобразным хабом, где они безуспешно пытаются восстановить свои подразделения после потерь на Запорожском и Восточном направлениях. Окупанты подтягивают свои лодки к Левобережью, восстанавливают запасы, но украинские бойцы их постоянно уничтожают. В частности, за прошедшие сутки ликвидировано два вражеских плавсредства. Регулярно пытаемся срезать этот их речной недофлот. Наталья Гуменюк, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины. В эфире марафона «Еды не новыны». Общие потери российской армии с 24 февраля прошлого года уже превысили 285 тысяч человек. За сутки были уничтожены 1030 военных, 26 танков, 44 арт-системы, 49 боевых бронированных машин и десятки другой техники россиян. Российская армия обстреляла Покровск Донецкой области. Число пострадавших возросло до 14 человек. По информации нацполиции, один человек погиб. Россияне ударили по городу двумя ракетами «Искандер-М». Разрушено админздание, два медицинских объекта и два многоквартирных дома. Под повторный обстрел в Никополе Днепропетровской области попала бригада МЧС. Двое спасателей получили осколочные ранения и были госпитализированы. Также повреждения получил пожарно-спасательный автомобиль. По обстрелам российской армии оказался и Береслав Херсонской области. По данным местных властей, россияне сбросили на город взрывчатку с дрона. Попали в автомобиль, погибла женщина, еще два человека ранены. Кроме того, военные РФ атаковали пригород Херсона. Пострадали два мирных жителя, разрушены частные дома. Пострадавшие в результате полномасштабного вторжения Российской Федерации нуждаются в своевременном и эффективном правосудии. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин на конференции высокого уровня по процессуальному праву. Ее участники обсудили инициативы, направленные на повышение эффективности украинского судопроизводства. Костин отметил, что уже зарегистрировано почти 107 тысяч военных преступлений России и подчеркнул, что главная задача не допустить безнаказанности. Материалы военных преступлений России в Украине уже изучают в Гааге. Там работает команда прокуроров из Евросоюза, США и Украины, объединенная в Международный Центр. Подробнее о том, как проходят следствия и что ждет российских военных преступников. Смотрите далее. Нюрнберг 2.0. Так в сети иногда называют Международный Центр судебного преследования за преступления и агрессии против Украины. Он начал работать сравнительно недавно, летом этого года в Гааге. Но за короткое время команде Центра удалось собрать беспрецедентное количество доказательств для возбуждения дел против российского руководства за вторжение в Украину в 2022 году. Но эта цифра меняется каждый день. В Евроюз поступает много материалов из разных стран. Я предполагаю, в конце концов, речь пойдет о сотнях тысяч свидетельств преступлений. Сейчас правоохранители из разных стран изучают перехваты разговоров российских военных. Видеосвидетельства преступлений, в частности, кадры с камер наблюдения, видеорегистраторов и дронов. Анализируют спутниковые снимки, на которых видны передвижения военной техники России по территории Украины. Это совокупность так называемых классических доказательств. Таких, как показания свидетелей и показания потерпевших, а также большое количество цифровых доказательств. Конечная цель Международного центра преследования за преступления агрессии против Украины – запустить в работу дело по преступлению агрессии. Сегодня нам известно о пяти национальных расследованиях. И они, разумеется, ведутся в Украине, но также в Латвии, Литве, Эстонии и Польше. Напомним, в марте этого года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Путина по делу о принудительной депортации украинских детей. Однако Гаагский суд не может привлечь к ответственности ни Путина, ни других виновников войны за вторжение в Украину, поскольку Москва не является членом Международного уголовного суда. Гаагский центр преследования за преступления российской агрессии сотрудничает с уголовным судом, чтобы скорее устранить этот пробел в международном праве. Мы не хотим терять время и готовимся к различным сценариям, которые могут возникнуть. Так, например, одна из особенностей работы центра заключается в том, что любая важная информация, которая помогает документировать преступления агрессии, переводится на два языка – английский и украинский. По словам главы Евроюста, собранные на данный момент доказательства преступления России в Украине направлены против политического и военного руководства России, как это определено международным правом. Римский статут определяет преступления агрессии очень узко, фокусируясь на политическом и военном руководстве. В таком случае речь идет о тройке человек в политической верхушке. Но я также понимаю, что в некоторых странах определение преступления агрессии гораздо шире. Это касается и Украины, где следствия рассматривают гораздо более широкий круг людей. Работа подобного центра в Гааге – это еще один шаг на пути к созданию специального трибунала для России, отмечают в Генпрокуратуре Украины. И первая попытка со времен судов по военным преступлениям над нацистами выстроить дело против высшего руководства страны за преступление агрессии. Президент Франции Эммануэль Макрона, также руководители МВД и Министерства образования страны прибыли в школу, где террорист жестоко убил учителя и ранил еще двоих человек. Напомню, что все произошло в городе Арас на севере Франции. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы, 20-летний чеченец, уроженец России, набросился на людей с ножом. Его имя в полиции пока не называют. Кроме того, возле другой школы города был задержан младший брат нападавшего. Именно благодаря скорости реакции и высокому профессионализму наших полицейских мы, несомненно, смогли избежать еще большего числа погибших. Я нахожусь здесь, чтобы продемонстрировать поддержку нации, сказать, что вместе мы выстоим. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Нидерландом Марком Рютем. Последний анонсировал выделение Украине более 100 миллионов европомощи. Часть этих средств будет направлена на восстановление страны и ее энергетическую безопасность. Также стороны договорились об усилении украинской противовоздушной обороны. Кроме этого, Владимир Зеленский отметил, что усилия будут направлены и на защиту морского зернового коридора, которым осуществляется экспорт украинского продовольствия. Мы усиливаем безопасность этого коридора. Мы общаемся со странами и почти на выходе уже страхование кораблей некоторыми нашими партнерами. Когда будет точный результат, не скажем, но мы очень близки к этому. Первое – это страховка. Второе – это конвой. Вот здесь Марк и еще несколько государств нам помогают, чтобы у нас был конвой безопасности в этом коридоре зерновых грузов. И третье – ПВО, которое работает как на Одесский регион, так и на безопасность этого коридора. Повлиять на Россию и заставить ее прекратить агрессию против Украины, а также поддержать украинскую формулу мира для завершения войны, призвал Китай, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом он заявил на пресс-конференции с министром иностранных дел Каэн Эрван и во время визита в Пекин. И вы знаете, что... Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел первый телефонный разговор с представителем Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном. Залужный поделился информацией о ситуации на фронте, а также обсудил с американским генералом неотложные потребности ВСУ, в том числе средства противовоздушной обороны, артиллерийские системы и снаряды. Также главнокомандующий поблагодарил Брауна за очередной пакет военной помощи, о котором США объявили накануне. Президент Украины Владимир Зеленский посетил Одессу и провел там совещание с военным руководством, а также представителями правоохранительных органов и областными властями. Главные темы – подготовка к отопительному сезону, защита объектов энергетики, последствия российских обстрелов портовой инфраструктуры и потребности системы ПВО. Президент подчеркнул, чтобы защитить государство и людей, работа не прекращается ни в Украине, ни за рубежом с партнерами. Разбить блиндажи противника, провести эвакуацию украинской пехоты, а главное – выжить. Это основные боевые задачи танкистов-штурмовиков. Такое подразделение 30-й отдельной механизированной бригады несет службу на Бахмутском плацдарме, где боевые действия не утихают ни на мгновение. Подробности работы железных штурмовых экипажей узнавала наша корреспондентка Алена Грамова. Военные называют танки оружием наступления. Пехота, проводя штурмовые операции, часто нуждается в прикрытии побратимов – штурмовых экипажей, боевых машин. При выполнении боевого задания танкисты-штурмовики могут подъезжать вплотную к блиндажам противника. Если хорошенько попасть, то там выжить нереально. Там по-любому будут все убиты. Обычно как? Если мы выезжаем, нас россияне видят. Видят, что танк едет. То они вызывают все, чтобы нас уничтожить, потому что они нас очень боятся. Окупанты часто применяют управляемые противотанковые ракеты, чтобы остановить украинские боевые машины. Поэтому для защиты экипажа танкисты сами изготавливают специальную дополнительную броню. Такие защитные конструкции, расположенные на башне боевой машины, бойцы называют кольчугами. И они способны уберечь от попадания FPV-дронов комикадзе, ну и других российских снарядов. Ощущения не очень. Если что, летит. Птур, в прицел смотришь, такая красная точка летит на тебя. Даже если корнет или птур попадает в броню, он ее прожигает полностью. Если попадает сюда, струя рассекается. Процентов 50 и больше уже выжить экипажу. Экипаж танка состоит из трех человек. Вот сейчас я нахожусь на месте наводчика. Мой оператор находится на месте командира танка. Ну и залезть в эту боевую машину не так уж и просто. Ребята говорят, что для всего нужен опыт. Вы находитесь на месте наводчика. Впереди это прицел наблюдения. Слева, за что держитесь рукой, это ночной прицел. Если руки немного поднять вверх над прицелом, там так называемая чебурашка. Можно покрутить. Вот вы крутите отсюда, и башня идет вправо, влево, вверх, вниз. Вот это место наводчика. Так он и работает с вооружением. Часть боевых машин у танкистов 30-й отдельной механизированной бригады российская трофейная техника. Ее противник оставлял на дорогах и в полях под Изюмом. Убегая от сил украинской обороны во время проведения в прошлом году Харьковской операции. Среди трофеев Т-80У. Здесь есть более новые модернизированные прицельные комплексы. Модернизирован немного механизм заряжания. Немного лучше, немного быстрее. А в бою лишние секунды. Чем быстрее, тем лучше. У этих боевых машин вертолетный двигатель. Такой, как у Ми-8. Он способен с легкостью развивать большую скорость у 46-тонной бронированной машины. Двигатель 1250 лошадиных сил. Здесь в чем заключается момент? В нем один из двигателей Ми-8. Там стоит два, здесь один. Поэтому на нем очень практично и легко ездить. Если командиру сказать, что вас преследуют, водитель-механик может его разогнать до 100 километров по сухому грунту. Танкисты 30-й отдельной механизированной бригады отмечают, трофейная техника помогла украинским подразделениям выполнять боевые задания в Бахмутском районе. Здесь вся линия фронта покрыта оборонительными сооружениями российской армии. И без прикрытия штурмовых экипажей танкистов на этом направлении двигаться вперед непросто. Только актуальные и достоверные новости читайте в телеграм-канале Freedom. Чтобы быть в курсе главных событий в Украине, вам нужно сканировать QR-код, перейти по ссылке и подписаться. Рекомендую сделать это прямо сейчас. На этом у меня все, но не спешите переключать канал. Далее в эфире аналитический марафон в студии. Для вас работают Валерий Клименко и Каролина Король. Оставайтесь с Freedom. Субтитры создавал DimaTorzok